Пластик И узнаем, как же появился пластик Многие утверждают, что появление пластика Связано с азартом и бешеной популярностью Игры в бильярд Раньше бильярдные шары делали из бивней слонов Один бивень равнялся трем бильярдным шарам Цена за которых была немаленькая Поэтому производитель бильярдного инвентаря Дали в газету объявление Тот, кто придумает замену слоновой кости Получит гонорар в 10 тысяч долларов И такой человек нашелся Его звали Джон Хаят На то, чтобы придумать замену слоновой кости У Хаята ушло 5 лет В 1868 году Мир впервые увидел бильярдный шар из целлоида То есть первую в мире пластиковую вещь Дешевую и легкую в изготовлении Но эта вещь нуждалась в доработке Так как первые пластиковые бильярдные шары Имели свойство взрываться при сильном ударе Но несмотря на это Дело было сделано И пластик уже порвался в нашу жизнь В 1900 году швейцарский инженер Текстильный промышленный Жак Бранденбергер Задумался о создании прозрачной упаковки Ему нужен был материал, который не скрывал бы привлекательность товара Но в то же время защищал продукт от влаги И в 1908 году Методом проб и ошибок Он изготавливал первую в мире машину По производству целлофановых листов Первым клиентом Жака Стала американская компания По производству конфет Которая решила использовать целлофан Для обертывания шоколада Еще один вид пластика Нейлон Был придуман в 1935 году Американской группой ученых Трудившейся в компанию Дипон Из нейлона стали изготавливать щетину для зубных щеток До этого она производилась из натурального ворса Старые щетки были дорогие и не очень гигиеничные Так как из-за влажной среды В натуральных волокнах быстро размножались бактерии Новый вид ворса был дешевым Что позволяло покупателю чаще менять щетку Избегая неприятных последствий В итоге нейлонная нить нашла свое применение Во множестве товара От зубных щеток, женских чулок До парашютов и палаток Полиэтилен Был изобретен в 1933 году Группой ученых из Великобритании В результате опыта у них получился твердый Резко пахнущий зеленым материалом Да-да, первый полиэтилен невозможно было использовать Для упаковки в пищевой промышленности Поэтому его использовали в качестве облицовочного материала Для автомобилей Позже ученые нашли способ избавиться от зеленого цвета И неприятного запаха И полиэтилен попал в дом каждому человеку Сейчас из него изготавливают тару для шампуня Гелий, пакета и пластиковую упаковку для еды Трубы ЖКХ, обручи, фрисби И многое другое Полипропилен был изобретен в 1953 году Выдающимся итальянским ученым Джулио Нато За изобретение которого в 1963 году Он был удостоен Нобелевской премии Сегодня полипропилен используют для изготовления Упаковок пищевой продукции Контейнеров, одноразовые посуды Колпачков для флаконов Крышек для бутылок, ведер, подгузников Дорожных материалов, одноразовых шприцов Игрушек, детали автомобилей Самолетов, ракет и сотовых телефонов Видите, ребята, сколько бывает видов пластика Но откуда же они берутся? Не на дереве ведь растут Пластик Это материал, основой которой является синтетическое Или природное высокомолекулярное соединение Другим словом, полимеры Полимеры есть органические и синтетические Исключительно широкое применение в прошлом и нынешнем веке Получили пластики на основе синтетических полимеров ПНГ Попутный нефтяной газ Попутный продукт при добыче нефти Во время бурения скважины Или вскрытие очередного пласта Сначала всегда появляется ПНГ А уже потом из земли идет нефть Путем чистки, сушки Из ПНГ получаются два ключевых продукта Сок, сухой обензиненный газ Который поступает к нам в дома И ШФЛУ Широкая фракция углеводородов Вот из ШФЛУ выделяют индивидуальные углеводороды А позже делают различные предметы из пластика Благодаря пластику удается сохранить свежесть продуктов дольше Особенно это актуально при доставке их в отдаленной части страны Вещи стали доступнее, но при этом утратили свои цены Что ведет к одноразовому использованию Мы видим океаны, улицы, города, леса, заваленные мусором Животных, птиц и рыб, гибнущих от такого нескончаемого потока отходов Пластик никогда не разлагается Он раскрошится и его частицы навсегда останутся на побережье пляжа Где живут маленькие черепашки А сядет на дне океана Будет лежать в траве, где пасутся овечки и куры Из-за попадания в атмосферу ядовитых веществ Пластик нельзя сжигать Поэтому для переработки используют другие способы А именно вторичную переработку сырья Это когда из старой бутылки можно сделать новую ручку Но, к сожалению, так нельзя делать постоянно Превращаясь одну вещь в другую Так как при вторичной переработке Свойства материала будут ухудшаться И наступит момент, когда с ним ничего нельзя будет сделать Ученые утверждают, что самый страшный вид пластика Это одноразовый, так называемый САШЕ Этот тип упаковки часто состоит из множества материалов, которые очень затрудняют ее переработку А то и вовсе делают невозможной Пакетик САШЕ – это особый вид пластика Который обычно используют для продажи небольших или отдельных порций чего-либо Обычно это упаковка из-под чипс Индивидуальная упаковка чайного пакетика Или одноразовая упаковка шампуня Поскольку в САШЕ пластик сочетается с другими материалами Например, фольгой Они не подлежат переработке Что ты можешь сделать для природы? Ты можешь отказаться от упаковок САШЕ Заменить одноразовый пакет из магазина на многоразовую тканевую сумку Купить многоразовую бутылку и наполнять ее водой Вместо того, чтобы покупать каждый раз новую Идей множество Выбирай такой, какой тебе нравится И не забывай Большое дело берет начало с малого Так что удачи! Пока-пока!